Огонь, вода и медные трубы Кому волшебные сказки не любы? Как бы я была царица! Нет, не принцесса А кто же? Королевна! Советские женщины Они работают во всех отраслях народного хозяйства страны Принцессы и королевны в советской стране были вроде бы ни к чему Однако в кино прекрасные царевны все же встречались Ведь у нас снимались фильмы-сказки Чудеса в нашем кино творили безо всяких компьютерных спецэффектов С помощью макетов и комбинированных съемок Что бы в сказке не сказывалось, в кино тоже получалось В фильмах-сказках снимались известные актеры Однако вряд ли кто вспомнит имена юных красавиц, которые исполняли главные роли Почему эти сказочные красавицы исчезли с экранов? Как сложилась их жизнь после того, как закончились киносказки? И можно ли увидеть ту Людмилу или Настеньку или царевну-лебедь не в кино? Твоя навеки я, мой милый Меня никто не называет по отчеству Знаете, даже мои сотрудники никогда меня по отчеству не называют Я хочу остаться у Наташи Ну вообще, Наталья Григорьевна Да, такая есть девица Но жена не рукавица С белой ручки не стряхнешь Да за пояс не заткнешь В театре в Большом, конечно, мне как-то все немножко завидовали Опять же, я говорю, несмотря на то, что я ничего как балерина не делала такого сильно запоминающегося Из-за кино, конечно, из-за кино, потом из-за хорошего замужества Зовут меня Настей Настей А кличут все по-разному Сказочки-то закончились Сказка-морозка станет классикой жанра Александр Роу снимает ее в 1965 году В 60-е будут вспоминать, как годы подъема Страна выходит из послевоенной разрухи и набирает высоту Мы первые в космосе В мае 60-го ракета-носитель «Восток» выводят на орбиту собак, белку и стрелку Это первые в мире космические путешественники Сказка становится былью 12 апреля 1961 года в космос летит Юрий Гагарин Американец Шепард будет только вторым С отставанием на 23 дня Сказочные чудеса разворачиваются наяву Это вдохновляет и физиков, и лириков И в жанре фильмов-сказок Наше кино практически вровень с Голливудом Если брать технологию А вот идеология совсем другая Педагоги, психологи следят за тем, чтобы киносказка не повредила детской психике Поэтому наша баба-яга не такая страшная, как голливудская ведьма А положительная героиня должна быть хороша не только внешне Киносказка воспитывает будущих граждан и трудящихся Поэтому режиссеры-киносказочники часто снимают юных балерин Эти девочки знают, что такое труд до седьмого пота В доме на улице Пушечной Будущие сказочные красавицы стерли до дыр Не одну сотню балетных туфель Отходили через арку в ворота Замок Наш выпуск был последним, который выпускался в этом здании Откуда такая чудо-юда? Из-за дома Я привыкла работать, я с четырех лет была в фигурном катании Наташа Седых подавала большие спортивные надежды Совсем юной она становится кандидатом в олимпийскую сборную И партнер у нее будущая звезда фигурного катания Сергей Четверухин Полной неожиданностью для тренеров становится крутой вираж перспективной спортсменки Она бросает спорт и уходит в балетную школу при Большом театре Отец, полковник ВВС не одобряет этого Он хочет, чтобы дочь осталась в спорте Мама за балет Выпускница МГУ и Гитиса Она мечтает о красивой жизни для дочери Ходит с ней на показы модной одежды Но и с катком Наташе жаль расставаться Хотя в балетной школе коньки запрещены И все же не балет, а фигурное катание открыла Наташе дверь В совершенно новый для нее сказочный мир У меня был такой красивый номер, умирающий лебедь Я понимала, что у меня могли быть очень серьезные неприятности Если меня увидят по телевизору Потому что нам в школе не разрешали кататься Ни на коньках, ни на велосипедах, ни на лошадях Если меня никто не увидел из всей школы Меня увидел Александр Артурчевал И попросил меня найти Вот так это все и произошло Тогда я был юным, стройным, даже худеньким С большой шевелюрой, естественно Работал я сначала помощником режиссера Потом ассистентом режиссера Теперь уже много лет работаю режиссером Кино – трудная работа Киносказка вдвойне Артисты должны быть готовы к серьезным нагрузкам Режиссер знает Девочка из балетной школы физически к ним готова У самого Роу детство было нелегкое Может быть, именно поэтому он всю жизнь возвращался в сказки В праздник, которого ему всегда не хватало В жанре киносказки Роу не одинок Бок о бок с ним работает другой Александр Великий – Птушко В отличие от Роу, он предпочитает не народные сказки, а литературные Тут свои трудности Попробуй найти актрису на такой вот текст Пушкина «Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит» Там был замечательный оператор, который мне сказал Когда меня граммировали, первый раз граммировали Он сказал, мне нравится, что ты похожа на птицу Пиццом Так в мир киносказки входит еще одна балерина Ксения Рябинкина Она только что закончила хореографическое училище Танцует в Большом театре, где уже царит ее старшая сестра Елена Она была безумно знаменита Я сейчас вижу иногда какие-то журналы, где написано там Вот, прошел выпускной концерт, и там неплохо выступила сестра знаменитой балерины Рябинкины Александру Птушко было тесно в рамках детского кино Он мечтал об экранизации Тараса Бульбы и слова о полку Игореве Но что-то не складывалось В 1971 году ему утверждают сценарий фильма «Руслан и Людмила» Вадимир в гритнице высокой Запировал в семье с ногей Дела давно минувших дней Преданье старины мокрой Взывайте всех на пир честной Людмила, как известно, русская царевна и дочь царя Владимира Красное Солнышко Меня взяли за мою несовременную внешность Понимаете, это 12 век, предполагается, что дело происходит в 12 веке И я не должна была выглядеть, как выглядят современные девушки Не балетная выучка, а этот особый тип красоты привел Наташу Петрову в кино Она была уже студенткой Иньяза, что называется, девушкой на выданье Предлагали то меня нарисовать, то какую-то из меня скульптуру из меня извоять Фотография Наташи украшала рекламный плакат «Союз пушнины» Но карьера фотомодели Наташу не привлекает В 70-е годы считалось, что манекенщица – это немножко продажная, почти позорная работа Больших денег они не делали, им платили, по-моему, 3 рубля 62 копейки за выпуск Это почти что бутылка водки Наташа Комсомолка – отличница, послушная дочь партийных родителей Папа инженер, мама была служащая, работала в Верховном Совете Очень была серьезная женщина, очень строгих правил Меня воспитывали очень строго Должна была в 8 часов быть дома Носила чулочки в резиночку И так далее, и так далее Кино поджидало Наташу на улице, когда она торопилась на работу Давала уроки английскому Ловила такси, а поймала ту самую синюю птицу Ее увидела дочь Александра Птушко – Наталья Она была у отца вторым режиссером И ей долго не удавалось найти актрису на роль Людмилы И вот представьте себе, что Птушко, Александр Лукич Не увидел во мне свою героиню, а увидел оператор У меня были коротенькие волосики Я совершенно выглядела не таким волшебным образом А оператор Геленинова была фамилия Он сказал, подожди, подожди, Лукич, минуточку Пойдем, девочка, со мной И меня повели в гримерную Где, конечно, полностью преобразили Мне одели парик с прямым проборчиком Несколько лаконочков, таких длинную косу Ну, ввели меня в этот образ И все же для сказочной роли одной красоты недостаточно Юных актрис выручала характерная для их возраста непосредственность Я, в общем-то, и не играла это, как я Я сама такая, какая Людмила в этом фильме Я особенно не помню даже усилий по перевоплощению Мне не страшна злодея власть Людмила умереть сумеет Знаете, я не из пугливых Вот так вам сразу скажу Не стану есть Не буду снушать Умру среди твоих садов Подумала и стала кушать Я бы с этим Черномором постаралась найти общий язык Знаете, на моих, конечно, условиях Подружиться, может быть Объяснить ему, что он не прав Не во всем прав И, конечно, я бы у него научилась чему-то Ведь он обладал паранормальными какими-то способностями Он умел летать, он был волшебник А это очень сексуально По-моему Умный мужчина Что может быть лучше? Другая красавица Наташа Седых В жизни не похожа на несчастную сиротку Эту роль нужно было сыграть Так и ходи, змеище Убирать будешь чище С юной актрисой Роу В общем угадал У Наташи не только нужное личико Но и соответствующий образу характер В балете и в спорте Он воспитывается с юных лет Первый экзамен В школе Большого театра Мы все там в белоснежных маечках И туфельки у нас еще беленькие Одна пара выдавалась на месяц Приходим с мамой Я лезу в шкафчик Нет моих туфель У меня нет туфель вообще на экзамен Лежат вот эти старые Безобразные Рваные, грязные У меня началась такая истерика Меня мама вытащила за руку Ты забыла, что ты пришла из спорта Ты забыла, что ты спортсменка Забыла, что ты побеждала Пойди умойся, иди в грязных туфлях И покажи всем, что ты можешь В грязных туфлях получать пятерку За порогом киностудии Юных красавиц поджидает живая жизнь В которой другие режиссеры И другие герои Выбрал я жену себе Дочь послушную тебе Просим оба разрешения Твоего благословения Царевна Лебедь уже готова подвиняться Но кто же Царевич? Вашные женихи, которые мне делали предложение Прямо практически сразу Я не знаю, такое я производила впечатление Видимо, очень перед такой Семейной девушкой Не знаю почему Станет ли Ксения Рябинкиной актрисой Она не знает У нее есть большой театр Еще меньше определенности у Наташ Седых и Петровой Думаю, что балерины были все эти счастливы Когда их утверждали на эту роль Они возвращались домой окрыленные Думали, что жизнь их началась По-настоящему Говорят, что кино – фабрика чудес А уж если это фильм-сказка То чудес должно быть еще больше Чем в других фильмах Однако вблизи со служебного входа Все эти чудеса оказались далекими от волшебства Вначале мы снимали в павильоне На Мосфильме Был построен такой огромный бассейн Который вот изображал озеро Я должна была ходить по воде Для этого мне одевались резиновые сапоги Выкрашенные масляной краской в белый цвет По обрезиновые сапоги Чтобы не простудиться окончательно Одевались теплейшие шерстяные носки И вот в этих резиновых сапогах Я ходила по этому мосточку В длинном платье Которое чуть-чуть опускалось в воду Ну а уже сверху там уже все Изображала из себя Царевну Ну вот Снятая в 1965 году Сказка о царе Салтане Стала первой широкоформатной киносказкой Сначала она идет только в одном кинотеатре В других просто нет подходящего оборудования Фильм потрясает зрителей больше Чем нынешние голливудские фильмы В жанре фэнтези Наши художники всегда были изобретательными Для этого эпизода Не смогли достать нужное количество попугаев Что за беда? Привезли обычных голубей И подклеили им хохолки и клювы Сам Птушко, если нужно, мог и гвозди забивать Себя он называл обыкновенным гением О, он суровый такой был Знаете, очень колоритный Он клюкой стучал, кричал Я его боялась Он такой был резкий Очень знающий И имел право Потрясен не только наш Не слишком искушенный зритель Советская киносказка поражает Голливуд Самый известный в то время Режиссер и продюсер Роджер Корман В качестве учебных пособий Использует работы Александра Птушко В Голливуде его фильм Илья Муромец Идет под названием Меч и дракон А Садко Переделывают В золотое путешествие Синбада Наташа Петрова этого знать не могла Ее девочку Разочаровала Далекая от фантастики Изнанка Советской фабрики чудес Съемки это рутина Это кажется только Вот сниматься в кино Это такое Интересное дело Если человек Актерски одарен И создает какой-то образ Конечно для него Работа в кино Это жизнь его Его профессия Для меня это было Какой-то страница жизни Понимаете Я не увлеклась этим Процессом Партнеры Наташи по съемкам Известные актеры Вячеслав Невинный И Нина Гуляева Они помогают И поддерживают В трудные минуты Мне не нравилось Что меня пудрят Например Потому что я В жизни мало косметики Очень употребляю Мне какие-то вещи Раздражали Например Что все пили Что-то более крепкое А я пила молочко Во время перерыва Нина Гуляева Озвучивает роль За Наташу Петрову Это ее голосом Говорит Людмила Где ж милый Где супруг Я была Стояла особнячком Немножко Знаете В этой ситуации Я не Не вошла В этот Ни в коллектив Ни в эту жизнь Не стало это моим Здравствуй, князь Ты мой прекрасный Что-то тихо Где не нас Олегу Видову Прочили большое будущее Дуэт Видовой Рябинкиной Красотой не уступал Тогдашним звездам Голливуда Он мне немножко помогал Потому что он был Профессиональным артистом Он уже закончил гид К этому моменту Там учить текст Что-то еще Ну в общем Все было так Очень хорошо Сказочной любви Возраст не помеха Юные красавицы В кино Побывали невестами Старшие товарищи Говорили Что для убедительности Актрисе полагается Быть влюбленной Иванушку играл Эдуард Изотов К тому времени Он уже окончил ГИК И был на 12 лет Старше Наташи Сиды Погляжу я на себя Сам себе от рада Не косой и не рябой Вот такой, как надо Иванушка Ну была такая легкая влюбленность Но, во-первых, я в виду не показывала В главу старых там ничего не могло быть Легкая влюбленность была Да, да, это... Ну, знаете, это всегда помогает Как раз в работе Съемки, как и сказки Рано или поздно заканчиваются И наступает день премьеры Фильмы сказки смотрят Не только дети со своими родителями Но и профессионалы кино Они пытаются угадать Может ли дебют юных красавиц Стать началом большой актерской карьеры Многим казалось, что дебютантки На пороге великой славы Но сами они каких-то перемен в жизни После кино не почувствовали Гонорары у юных актрис были небольшие Отчисления от проката им не полагались На зарубежные фестивали их не возили Журналисты не донимали Между тем, нашу киносказку признали за рубежом Фильм «Морозко» получил приз «Золотой лев святого Марка» На 17-м международном кинофестивале Детских и юношеских фильмов в Венеции Не дожидаясь премьеры Наташа Седых возвращается в балетный класс Когда фильм вышел, реакции не было никакой Во всяком случае, мне ничего не известно Нет, вы знаете, вообще В этой школе и особенно в Большом театре Вообще никого абсолютно не интересует Что-либо, что происходит за стенами Большого театра Наташа Петрова не сразу рассталась С образом своей экранной царевны Я переполнена была гордостью Ведь эта роль-то значимая такая Это царевна Царевна А я, мне нравится ощущать себя царевной Я и до сих пор себя царевной ощущаю У Ксении Рябинкиной прибавилось поклонников Однако хороших ролей в кино не предлагали Да и балетные надежды не сбылись Ничего хорошего это мне не принесло в театре Ну, мало-помало Во-первых, я поняла через два следующих еще фильма Что больше я заниматься не буду Потому что... Ну, это уже становится просто неправильным Потому что так на меня косо смотрят И не нужно этого совсем Думать о будущем в кино Заставляла реакция зрителей Им понравились и фильмы И сказочные красавицы Письма от поклонников приходят мешками Обязанности пресс-секретарей Исполняют мамы Писем было очень много Знаете, от кого? От военнослужащих Я уж не знаю почему Но, видимо, их там заставляли смотреть этот фильм По многу раз Иногда приходят письма из тюрьмы Вот это тоже бывает Причем очень хорошие, лирические такие Военное и тюремное начальство Тоньше критиков уловило целительную силу фильмов-сказок Где добро побеждает зло Где мир спасается красотой А молодцы получают уроки чести и великодушия Успех фильма «Морозка» Александр Роу хочет повторить в новой картине Огонь, вода и медные трубы Здесь Настенька становится Аленушкой Она старше И у юной актрисы возникают неожиданные проблемы Я там с маленькой козочкой Все время ее таскаю на руках В начале фильма это был маленький козленочек А к концу фильма он вырос в здоровенную козу Которую я уже от земли оторвать не могла Поэтому я садилась, мне ее подавали на руки Я ее придерживала Заканчивалось детство Нужно было выбирать Либо роли во взрослых фильмах Серьезное овладение актерской профессией Либо работа в стороне от кино Для успеха в новых ролях одной красоты недостаточно Нужен актерский дар Нужны профессиональные знания Ксения Рябинкина уже перестала мечтать о работе в кино Как вдруг Совершенно вдруг неожиданно мне позвонили Они говорят, вас ищет Радж Капур В то время в Москве Радж Капур еще был знаменит Вообще в те годы Фильмы его шли раньше Ну и потом, наверное, тоже шли Невероятно, как розыгрыш Звучало 1970 год Великий индийский режиссер Радж Капур снимает фильм Мое имя клоун Это не мелодрама, не музыкальная комедия Это притча об артисте, который всегда одинок Режиссеру необходима русская красавица И он находит ее в царевне лебеди Ксения получает предложение, от которого невозможно отказаться Ну и потом вот тоже так сложилось, что я поехала в Индию И снималась там главной роли И это была все-таки драматическая роль Ксения Рябинкина здесь артистка советского цирка На гастролях в Индии ее встречает Раджу Которого играет сам Капур Раджу мечтает стать клоуном Но никак не решится выйти на арену Чудо, конечно же, совершает любовь Она помогает преодолеть страх Все-таки недаром у царевны лебеди во лбу звезда горит Теперь у Ксении Рябинкиной миллиард поклонников Вся Индия Ксении надо было сыграть психологическую драму И при этом не испортить советско-индийские отношения Хинди, Руси, это было святое У него хорошее, доброе сердце Раджу мне очень нравится Я люблю Раджу Но я должна уезжать Это же не моя страна Спрос на повзрослевших сказочных красавиц предъявляют и советские режиссеры Они предлагают роли молодых современниц Которые сказку делают были Это было то повариха, то медсестра, то даже штукатурщица И как-то я не думаю, что было бы правильно после такой высоты играть обычную какую-то роль Будь Наталья Петрова актрисой по призванию, она бы не упустила роль современницы Но она критично оценивает свои актерские данные Кино для нее остается лишь приключением Тушко со мной репетировал «Спящая красавица» Он всегда говорил Играешь ты так себе, но спишь ты божественно Половину фильма Людмила спит Так что «Спящая красавица» из меня получилось, я думаю Но он умер, он умер, скончался Это был его последний фильм К этому времени киносказки Роу и Птушко стали классикой Но последователей у них нет Новое поколение режиссеров в 70-е годы снимает старые сказки на новый лад Главные роли, как правило, исполняют обычные школьники Ставка делается не на спецэффекты, а на музыку Наследие нашей киносказки с успехом используют зарубежные режиссеры Нынешние родители помнят советско-французско-румынский фильм «Мама» Снятый в 1977 году Звезды первой величины работают без дублеров Каким успехом у нас пользуются эти переводные книги и о Карлсоне, и о Мэри Поппинс, и о, конечно же, о Пеппи Длинный Чулок В 70-е годы уже стали интересоваться переводными и можно было рассказывать о чем-то западном Потому что как только хотя бы через сказку можно было рассказать о других странах, мы не стали мечтать о других странах В судьбе Натальи Петровой по-настоящему сказочный поворот Красавица встречает принца с деньгами Зовут принца Бабик Сируш Родители – иранские политэмигранты Мальчик вырос в Ивановском детдоме для детей иностранных коммунистов По сути, наш человек Но при этом у него особый статус, который позволяет свободно ездить за границу, заниматься коммерцией, делать деньги Выпускницей иньяза Наташа Петрова становится Натальей Сируш и посвящает себя мужу Он меня очень любил, очень ценил, уважал Я была на каком-то пьедестале, знаете, все совместные годы Он занимался бизнесом в Западной Германии, потом он приехал сюда, он представлял большой концерн У нас на даче собирались, ну, кто только там не бывал И так он познакомился с Володей, они сразу подружились, сразу Они были очень близкие друзья, очень близкие У него много друзей, частый гость в доме – Владимир Высоцкий Он снимается в фильме «Место встречи изменить нельзя» И предлагает режиссеру Говорухину, бывшую сказочную красавицу Наталью На эпизодическую роль официантки Добрый вечер, желаете что-нибудь? Нет, спасибо Шоколад, сигареты Я не курю Вот печенье Птифур, оно вашей девушке может понравиться? Вот этот вот кадр «Место встречи изменить нельзя» Было снято с первого дома Потому что там, ну что там, два слова, боже мой, улыбка, два слова И все Не было вот перевоплощения-то никакого Это мой характер, я люблю, вообще легко что-то Эпизод запомнился, но карьера киноактрисы продолжения не получила Наталья Серуш с кино распрощалась Наталья Седых заканчивает балетную школу и танцует в Большом театре Для многих это предел мечтаний Но кинорежиссеры помнят ее Настеньку в Морозко и прельщают новыми ролями Предложений было бесконечное количество, абсолютно Отбой у меня было За пять лет я снялась в семи фильмах Это просто все, что я могла себе позволить Дети, Дон Кихот, и так я там в Веснушках, и Чепурашка смешная Любовь, которую я пил фильм, телевизионный фильм, опера И тут меня приглашают на фильм «Голубой лед» о фигурном катании Это была тоже моя мечта с раннего детства, сняться в кино именно на льду Наталья понимает, такой шанс может не повториться Ее партнер на съемках – знаменитый фигурист Александр Горелик Они – звездная пара Сказка продолжается, но недолго У актрисы драматическая роль Тут мало хорошо выглядеть и хорошо кататься на коньках Надо убедительно играть в сценах со сложными психологическими коллизиями Хочу жить, как все нормальные люди Сколько можно, одно и то же Тренировки, соревнования, соревнования, тренировки Еще эти сборы Конкурирующих с фильмом телепроектов типа «Звезды» на льду еще не было И Наталья Седых готовилась купаться в славе Ты собираешься работать? Что ты от меня хочешь? Работаешь! Что ты от меня хочешь? Только работаешь! Я устала! Я тоже устал! Сравнил с собой Я тебя такой видеть не могу! Тогда лучше разойтись! Провал был неожиданным Картина «Голубой лед» успеха не имела Наталья Седых разочарована Но у нее есть балет Большого театра А это совсем не мало Фильм «Мое имя Клоун» имеет в Индии огромный успех Ксения Рябинкина становится любимицей публики Ее лицо до сих пор печатают на термосах и майках В нашем прокате картина появилась в одном кинотеатре И приняли ее прохладно Зритель не увидел привычного индийского кино И, в общем, для меня это кончилось тем, что я стала невыездной в Большом театре Так, на всякий случай В то время ведь, знаете, многие артисты становились невыездными Так решало КГБ Кто-то там себя плохо вел в поездки Кого-то просто не пускали, потому что думали, что он может убежать Почему? По каким-то причинам В результате убегали как раз те, на которых никто не думал Могла ли Ксения Рябинкина стать звездой мирового уровня, если бы ей позволили сниматься за границей? Трудно сказать Ее сказочный партнер Аликвидов уехал в Голливуд, где знали фильмы Птушко Но его князя Гведона приняли сдержанно Когда вот я была в Америке, мы с ним разговаривали И он рассказывал про свою жизнь И очень смешно он сказал, что Говорит, ты знаешь, я, к сожалению, не могу играть главные роли Потому что у меня нет достаточного английского языка А на второстепенные роли меня все время приглашают, но почти никогда не берут Другие киносказочные богатыри Иванушка, Эдуард Изотов и Руслан, Валерий Казенец Тоже кинозвездами не стали Личная жизнь героинь складывалась по-разному Ксения Рябинкина, как и Наталья Седых, танцует в Большом театре Партии у нее не главные, но все же сольные Неплохо получается и в семейных дуэтах Мужем Ксении становится друг юных лет Алеша Стычкин, переводчик Ксения родила ему сына Все устроилось Ну а вы знаете, что есть теория, если бы Шекспир не убил Раму и Джульетту Ничего бы хорошего у них в дальнейшем не было Все очень даже просто, батюшка Морозко в лесу меня встретил В своем тюрьму приветил Засватывал меня с Иваном Наградил богатым преданом У меня было два жениха Один рублевый миллионер, другой долларый миллиардер Ну как только я познакомилась со своим будущим мужем Я дала полный отбой своим немыслим богатым книгам Мужем Натальи стал композитор Виктор Лебедев Автор музыки к фильмам Гардемарины вперед Небесные ласточки Ищите женщину Зависть богов Рождение сына не помешало Наталье танцевать в большом Но брак композитора и балерины распался Разрыв пришелся на 80-е годы Многое тогда рушилось Наступало время перемен, перестройки, предчувствий свободы, новых ценностей Господствовали ветра с запада Оттуда приходили и новые красавицы Эталон кукла Барби Запатентованная в США Раскрученная мощной рекламой Она оттеснила добрых, сердечных, целомудренных Аленушек, Настенек и Варвар Вопреки русской традиции У Барби форма важнее содержания Но девочки во всем мире Хотят быть похожими на нее В Москве спекулянты продавали Куклу из-под полы за бешеные деньги Но скоро это станет Легальным бизнесом Наших сказочных красавиц на улице Уже не узнают Многие звездные мальчики от переживаний по этому поводу Теряли голову Искали утешение в алкоголе Звездные девочки с их балетной и спортивной закалкой Легче расставались со славой героинь кино Самый завидный жених теперь бизнесмен Раньше многих вошедший во вкус бизнеса Бабик Сируш Обеспечивает жене сказочную жизнь Я везде жила И в Италии, и в Швейцарии, и в Америке Путешествовала много Была везде И в Индии, и в Японии Ну почти везде Конечно, еще не везде Еще есть куда поехать Меня, можно считать, что один муж был Это отец моего сына Женя Стычкина Это Мы встретились Еще совсем в молодости И прожили 26 лет Он умер внезапно Почти уже 11 лет назад Ну вот на этом моя такая Счастливая Женская судьба закончилась К сожалению Круто меняется жизнь и у Натальи Седых Балетная карьера скоротечна Наталья выходит на пенсию В цветущие 37 лет Я решила полежать на диване Мне это так понравилось Решила просто Я нашла свое призвание Лежать на диване пришлось недолго Было еще одно призвание Драматический театр Тут Марк Розовский пригласил меня В свой драматический театр И я моментально поскочила с дивана Мне это было очень интересно Все это очень нравилось 90-е приносят в жизнь свои сказки Появляются персонажи под названием Челнок В основном это бывшие учителя Инженеры Белые воротнички Оставшиеся без средств к существованию На вершине популярности Герой телерекламы Леня Голубков Он строит сказочную Финансовую пирамиду Рассчитывая что не перевелись На Руси емели Которые верят Проблемы можно решить По щучьему велению Среди жертв мошенников Много артистов У них нет работы Кино не снимается Детское кино исчезло В первую очередь Бизнесмены делают деньги На продаже компьютеров Дети осваивают их раньше родителей И подсаживаются на компьютерные игры С бездушными монстрами Вместо Ивана Царевича И Василисы Прекрасной Однако родители Даже вполне продвинутые Чувствуют неладное Наши сказочные красавицы Между тем проявляют Поразительную живучесть Бизнес так бизнес Баба Кумер И мне пришлось Подумывать о том Что надо что-то делать Совершенно другая жизнь Ответственность за себя За близких За принятие решений За успех Наталья Серуш Открывает сеть салонов красоты Красиво Изумительно Изумительно Постепенно на экраны Возвращается отечественное кино И режиссеры находят Наталью Седых Роли по возрасту Она уже многое умеет Кино теперь тоже бизнес И актеры неплохо зарабатывают Ксения Рябинкина Тоже освоилась в мире бизнеса Богатые люди платят за то Чтобы у детей была красивая фигура Королевская стать И благородные манеры Бывшая балерина Большого театра Хорошо оплачиваемый педагог В частной балетной студии Детство без доброй волшебной сказки Это какое-то неправильное детство Даже там, где придумали Барби и гамбургеры Когда Уолт Дисней Великий американский мультипликатор Увидел фильм Птушко «Золотой ключик» Он был восхищен И пригласил Александра Лукича К себе на студию Дисней предложил хорошие деньги Но Птушко ответил Я русский художник Я могу работать только на родине Жалко, что не снимается сейчас у нас Такого плана сказки Потому что всегда интересно смотреть Я даже когда идет по телевизору какая-то сказка Я всегда оставляю И это завораживает, меня притягивает И даже взрослый человек Он все равно в глубине души ребенок В то время это был такой праздник для глаз И такое вдохновение для души Что эти сказки действительно Сейчас этого нет ничего Это порнуха, чернуха, которая уже вот так достала всех Все хотят этой сказки Ей нет, к сожалению Потому что то, что мы начали об этом сегодня говорить И что очень уместно Время пришло Потому что устали люди от агрессии Сказка как жанр всегда актуальна Всегда необходима Всегда нужна Пополнение сказочного запаса приходит откуда не ждали Из далекой заморской страны чудес Из Голливуда Там старые русские сказки Прочитали на новый лад Фильм «Книга мастеров» Снят с применением новейших средств изображения Чтобы обеспечить ему рыночный успех Сценарий, режиссуру и исполнение ролей Поручили нашим мастерам Расчетливые голливудские продюсеры уверены Сказочный русский Иван не подведет И так он и прост, как кажется Иван! Не дурак? Вроде бы нет Тут и сказки всей камере Тут и сказки конец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok